доброго времени суток друзья данном видео я постараюсь дать всем действительно полезных советов при сборке пк которые либо не озвучивались ранее либо освещались недостаточно хорошо видео предназначено не только для начинающих юзеров но подойдет и тем людям которые уже не раз наносили хладомазь на свой камень совет под номером один друзья никогда не стоит спешить со сборкой пк как же часто я же в комментариях когда люди спрашивают о том нормально ли комп у них получится на атлоне 7 летней давности если у вас ограниченный бюджет и вы не можете позволить себе нормальные комплектующие на данный момент просто не спешите никто не мешает подкопить немного ниджат и собрать нормальный компьютер через пару месяцев даже если вы учитесь школе никто не мешает вам найти подработку на несколько месяцев таким действием вы продавите актуальность вашего будущего компьютера на несколько лет минимум как дополнение вы можете купить не все комплектующие сразу к примеру на первое время можете взять 8 гигов оператива вместо 16 или же взять только ssd немного подождать с покупкой жесткого диска подумайте о своем будущем побыть пару месяцев без компа но потом много лет наслаждаться его мощью гораздо лучше чем купить компьютер сейчас и уже через год страдать от того что поспешил совет под номером два также относится к материальной составляющей сборки ведь на выходе каждый хочет получить максимально мощную систему за меньшие деньги потратьте какое-то время и поищите комплектующие подешевле в других магазинах до возможно доставка и подбор займет чуть больше времени но возвращаемся к первому совету никогда не стоит спешить вы даже не представляете насколько может разница цена в крупной сети и в маленьком интернет-магазине причем в пользу последнего также можете глянуть комплектующие в зарубежных магазинах том же компьютер-юниверс к сожалению этот совет более менее актуален только ли россии для украины же стоит ограничение на беспошлины воз на уровне 150 евро и такие покупки будут просто невыгодны перед тем как вы будете заказывать комплектующие несколько раз удостоверьтесь что все они совместимы друг с другом не поленитесь по заходите на сайте производителей гляньте будут ли работать данная материнская плата с этой оперативкой взял ли я подходящий чипсет для разгона даже элементарно проверить порты будет не пустой тратой времени оцените мощность выбранного вами блока питания вдруг вы прогадали его будет слишком мало для стабильной работы очень часто бывает что во время повторной проверки оказывается что выбранные комплектующие не подходят друг другу четвертый совет разумно приступайте к выбору охлаждения оцените реальный перечень манипуляций которые вы хотите совершить с компьютером и на основании этого посмотрите какое вам нужно охлаждение примеру ситуация с процессором если вы собираетесь оставлять его в стоке то вероятнее всего вам хватит и боксового кулера смотрите на тепловыделение вашего процессора если собираетесь разгонять то прибавьте к этому значению процентов 15-20 если значение будет превышать значение рассеянного тепла кулером то гляньте в сторону вертушек от других производителей также очень хорошим советом будет заменить стандартные кулера в корпусе особенно если корпус бюджетный то и кулера там будет стоять мягко говоря не самого лучшего качества я бы посоветовал присмотреться к фирме be quiet цены возможно не самые бюджетные но благодаря заранее сэкономленным средствам вы можете повысить эффективность охлаждения и существенно снизить шум от компьютера пятый совет будет казаться выбора блока питания это та вещь на которой действительно не стоит экономить ведь от выбора блока питания зависит стабильность работы всей системы в будущем адекватно оцените нужное вам количество ватт воспользуйтесь различными сайтами калькуляторами пример я выложу в описании всегда лучше брать запасом хотя бы 100 ватт на будущее также стоит обратить внимание на напряжение по линии 12 вольт по факту это и будет реальное значение количество ватт на бюджетных блока питания это значение может иметь всего лишь 50 процентов от заявленного не стоит вестись на различные сертификаты 80 плюс о качестве блока питания это не говорит ровным счетом ничего чтобы выбрать реально годный бп стоит глянуть на реального производителя этого самого блока а не только который написан на коробке либо же посмотреть обзор и отзывы людей желательно непроплаченные хорошими производителями в данной сфере считаю чифтек сиа sonic кулер мастер fsp более дорогими вариантами могут быть be quiet залман корсер хотя последний сильно завершают цену за бренд любом случае ориентируйтесь на реального производителя и отзывы шестой совет оперативная память здесь все достаточно просто во-первых точно не светил бы брать оперативку с радиаторами или подсветкой 99 процентах случаев это не более чем маркетинг конечно же если вы не эстет и хотите чтобы у вас там все сверкало и светилось и ваши друзья заливали вам компьютер слюнями когда вы увидели все это всегда ориентируйтесь на реальные сухие цифры в основном это пропускная способность тут все просто чем больше тем лучше частота опять же чем больше тем лучше особенно связкой с процессорами райзен стоит брать на уровне около 3000 мегагерц или же поменьше и разгонять самому если вы не купили самую дешевую озу с алиэкспресса то проблем с этим не будет также стоит принимать во внимание тайминге они тоже очень важны чем они меньше тем лучше но с ростом частоты растут и тайминге поэтому важно выбрать некую золотую середину также обязательно берите оперативку не одной плашкой а желательно хотя бы в двухканальном режиме этого будет вполне достаточно и заключительный седьмой совет будет относиться к корпусам конечно же какой гроб для своего компьютера вы выберете вопрос лишь куса на что я лишь хотел бы обратить внимание это на его размеры порой очень смешно выглядит когда маленькую материнку меняйте x формата вставляют в огромнейший корпус это x формата или же может случиться ситуация наоборот что вы возьмете огромные комплектующие и не элементарно не влезут в корпус поэтому предварительно отменять и нужные вам размеры подумайте где у вас будет стоять корпус и где у него находятся порты для максимального удобства использования идеальным вариантом будет если у вас есть возможность глянуть на корпус живую и пощупать его за все сладкие места на этом все делись своим мнением в комментариях о том чем согласны с чем нет также вы можете дополнить данный список своими советами ставил лайки и подписываясь на канал вы даете мне огромнейший толчок тому чтобы делать новые видео всем огромное спасибо за просмотр скоро увидимся